Сделали вот такой документ. Вот он. Вот это толщина первой редакции. Кодекс вместе с законом. Тем же шрифтом вот этот кодекс сегодня. Если вы открываете страничку, вы видите, вот это все внесение изменений. Если кто-то смотрит на сайт Институт экономики города, видит там публикации Трутнева, в основном ругательные по поводу того, какие вносят изменения, не приходя в сознание, количество этих изменений колоссально. Ну хотя бы принципиально. Вот то, что было и то, что стало. Ушел, например, вообще вот этот план реализации, который ну хоть как-то говорил о том, что запланировано и то, что реализовано. Ну не смогли. Вот депутат, который принял генплан, он не может давать, отвечать за то, что это ушло. Появились программы с алекономическим развитием. Значит, за этот период пять раз поменял название федеральное ведомство, отвечающую за стройку, и сейчас программа у нас в Минэкономразвития. С последующими изменениями ответственных лиц по вертикали. Пока это доходит до низу, уже снова приняется. Все генпланы, к счастью, планировали. Да. Говорить о деталях нельзя, мы уйдем. Последние изменения, это рост черком пера, значит, генплан стал одновременно границей городской черты. Вы понимаете, что в теме. Провести границу на генеральном плане, и сразу, чтобы она давала вам к сыгре точек поворота, и решались все судебные дела. Невероятно. Тем не менее, вот сейчас оно так. Видеть вот эти понятия охраны памятников и архитектуры городостроительства пока что, ну, так, дипломатически на местах решается. Но, опять же, это ручное управление, что не есть дорого. А вот это вторая часть Минэкономразвитского балета. Вот я уже вам буду говорить просто так, знающий Казань и прошедший вот этот вот ваш покорный слуга. Примерно сейчас вот забор Академии Духовной, он сохранился. Вот что из себя представляет старая застройка Казани? Мы охраняем среду, которая нам внутренне, честно, близка и симпатична. Которая явно совершенно, гораздо более привлекательна, более человечна, более естественна и бумагна, чем то, что мы строим, значит, на остальных 99 или там 94. Ну, давайте, наконец, себе об этом скажем. Давайте честно признаемся, давайте как-то договоримся друг с другом. Разработан нами в таком безобразном проекте в рамках схемы территориального планирования как раз историко-культурный каркас, где, значит, являются ядрами исторические поселения, такие кружочки, есть там спорения, которые показываны, исторические дороги. Это фактически подоснова для туристических маршрутов, для развития территорий. Вот чем интереснее цвет, тем более изучен район. Вот, и, конечно, тут еще есть над чем работать. Микланы они еще были нормальные, теперь они сайдингом обшиты. Но мы все равно их решили оставить, для того, чтобы прописать, чтобы потом сайдинг объясняли в следующей стадии реконструкции. Потому что это просто страшное дело. У нас чисто были там 8 каких-то средовых объектов. Тетюшек просто повальная какая-то кошмар там с этим сайдингом. Поэтому вот средовые объекты очень важны для сохранения как раз окружения. Они зафиксированы при шпиле, но это остается утверждены. КОНЕЦ. СОРГИЧЕСКАЯ ПОЛИЦ. СОРГИЧЕСКАЯ ПОЛИЦ. Продолжение следует...